Самый необычный подарок к 70-летнему юбилею лидера ЛДПР подготовили якутяне. Региональное отделение решило создать ледовую скульптуру Владимира Жириновского. Экспонат выставлен в царстве вечной мерзлоты. Ледяного Жириновского увидела и моя коллега Галина Погодаева. Поручаю якутскому региональному отделению следить за тем, чтобы никто не поломал, не испортил. Поэтому желательно раз в месяц приходить и приводить сюда экскурсии. Самое популярное селфи будет именно со скульптурой Владимира Жириновского, уверенный либерал-демократы. Сходство пусть и не совсем стопроцентное, однако черты лица и манера держаться, безусловно, выдает лидера партии. По мнению скульптора, главное в его ремесле передать характерную черту персонажа. Какой-то изименький надо сделать, чтобы похоже было. Следует отметить, что уникальный музей Якутии проводит экскурсии для 70 тысяч человек в год. С этого момента их число возрастет как минимум в два раза, отметили представители ЛДПР. На протяжении последних двух-трех месяцев думали, что же все-таки подарить Владимиру Вольфовичу. Потому что за последние пять лет, которые им привозили подарки, они были разные. Наши национальные ножи, наши национальные шкуры и всевозможные национальные украшения. Значимость события предопределила масштабность подарка. К 70-летнему юбилею лидера партии, якутское отделение единогласно решило создать ледовую скульптуру. На протяжении четырех дней, пока проводилась работа, посетители царства вечной мерзлоты уже смогли лицезреть необычный экспонат. Равнодушных нет. Как увидят, сразу улыбаются и узнают. Ага, узнают. Как отмечают работники, музей и скульптура может выставляться буквально вечно. Температура воздуха внутри держится около 8 градусов мороза, что позволяет ледовым статуям сохраняться в первозданном виде не один год.